Привет! Как дела? В апреле в Англии проходят пасхальные каникулы. И сегодня я расскажу о том, как я ездила на эти каникулы отдыхать в Испанию, на Канары. Если помните, я уже рассказывала, что я однажды побывала на Канарах. На новогодние каникулы летала туда в 2013 году. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И это был остров Гран-Канария. В этот раз я выбрала другой остров, который назывался Фуэрон-Тавентура. Я заказала полностью весь тур на сайте EasyJet. То есть это лоукостер, который летает по Европе очень дешево. Плюс к этому они предоставляют дешевые отели, дешевые трансферы. В общем, все обошлось мне очень дешево. В общей сложности вся поездка составила 438 фунтов. Это и билеты, и отель, и трансфер от аэропорта до аэропорта. Ну и плюсом ко всему этому, я за неделю там потратила не более 100 фунтов. Так как это был EasyJet, лоукостер, дешевая авиалиния, я полетела из Гатвика вечером и прибыла туда в ночь. Очень четко и организованно всех пассажиров встретил трансфер, который развез нас по разным отелям. Когда я приехала в отель, мне очень понравился и ресепшн, и даже мой номер был в приличном состоянии. Ну, обычный такой. Две комнаты, отдельная спальня и кухня с залом небольшим, где я могла готовить. Я всегда выбираю self-catering, чтобы готовить самой. Ту еду, которую я покупаю в магазинах и которую я бы хотела есть. Тем самым, конечно же, экономлю на пропитании. Утром, когда я проснулась, я вышла на балкон и увидела обалденный вид. Прямо напротив меня было море. Буквально в 10 метрах от меня уже был берег, и мои окна выходили на море. Это просто мечта была для меня, потому что я обожаю море, обожаю шум прибоя. И, кстати, по ночам там очень ярко, иногда даже очень низко светила луна, и я просто была в восторге от этого, и целыми ночами только и снимала эту луну. Да, мой отель стоял на первой линии, но это был не пляж, а какие-то там скалы были. И вот эти волны бились все время о скалы. И когда был очень большой прибой, я прямо в восторге была от вот этого звука и шума прибоя. Просто... Утром, когда я вышла из номера, я увидела, что у нас внутри отеля есть большой бассейн. Но у бассейна я никогда не люблю отдыхать, когда есть рядом море. Зачем мне нужен бассейн с хлоркой? Я подошла на ресепшн и спросила, как мне добраться до пляжа. Так как я в то время по утрам бегала в Лондоне, я и тут решила пробежаться, посмотреть, где находится пляж и вообще как и что. Город какой-то маленький, я даже не помню его название, просто буквально несколько отелей и такой заливчик, где все постояльцы из этих отелей и купались. После пробежки я вернулась обратно в номер, приняла душ, позавтракала и уже пошла на пляж загорать. На пляже я провела буквально часа два, не больше. И как-то в первый же день умудрилась обгореть. Никогда в жизни я не обгорала. Всегда ездила на курорт уже подготовленный, подзагорелый, и так, чтобы уже прихватил загар. А тут как-то даже не знаю, как так получилось. Видимо, потому что лежала рядом с водой, и солнечные лучи отражались от воды на меня. Наверное, поэтому. В общем, наверное, дней пять я ходила вся такая в пятнышку. Потом кожа стала отходить, и уже под конец я пришла в свой нормальный вид. Было, конечно же, страшно. Не хотелось бы попасть в больницу. Но я обмазалась то подсолнечным маслом, то какими-то кремами. В общем, так вот получилось, что отгорело. Но так как я ездила одна, я просто лежала на пляже, загорала, читала книжки, журналы. И, как по тем временам было очень модно, все делалось в свои селфи. С одной, с другой, с третьей, с пятой стороны. И отправляла в Facebook друзьям и так далее. В общем, я отдыхаю. Так шел день за днем. Я, в принципе, всегда так скучно провожу пляжный отдых, потому что если я еду отдыхать на море, это только загорать, купаться и физически отдыхать. Ну, естественно, по утрам я бегала. А так, в принципе, ничего интересного и не происходило в моей жизни. Только ходила в магазин, что-то готовила. Просто такой день сурка. Ну, и на природе ходила по этому небольшому райончику. Ну, я говорю, очень маленький был городок. Ходила, фотографировалась то в пальмах, то на каких-то камнях, на скалах. В общем, ставила прямо свою камеру на автоматическую съемку и там по 10 кадров что-то вытворяла. Вот так вот это выглядело. Однажды утром во время пробежки я также делала какие-то селфи в пальмах на фоне каких-то интересных красивых видов. И ко мне подошла девушка и спросила, не могла бы ли я ее сфотографировать. Ну, я ее сфотографировала и сама попросила же ее сфотографировать меня. Итак, мы разговорились и выяснилось, что она приехала из Лондона и это ее последний день. И она бы хотела сделать на память как можно больше интересных фотографий. Когда она узнала, что я фотограф, она попросила меня пофотографировать ее. Я говорю, давай я сейчас сгоняю домой, переоденусь, и мы вот встретимся с тобой вот там-то, там-то. И ты меня пофотографируешь, и я тебя пофотографирую. В итоге она оказалась очень даже хорошим фотографом. Я как раз на тот момент уже купила себе такое зелененькое, свеженькое платье за 5 евро, по-моему. Ну, так, чтобы был какой-то подарок, сувенир на память. Ну, я уже говорила сувениры, я не люблю такие, что поставил куда-то там на комод на пианино и любовался. Это было раньше в нашей жизни, а сейчас мы покупаем то, с чем мы можем пользоваться. Или это какая-нибудь посуда, или просто платье. Вот это платье из города Фуэрот-Авентура. Ну, или еда. Тоже кое-что я привезла из Испании в этот раз. Но об этом чуть-чуть попозже. Пожалуй, самым интересным днем был мой предпоследний день, в который я решила поехать в однодневное путешествие по всему острову Фуэрот-Авентура. То есть нас с английской группой посадили в автобус и возили по всему острову, показывая какие-то места. Так мы заехали на одну мельницу, в которой нам рассказали, как там выпекают хлеб. Вот, пожалуйста, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok На другой мельнице нам показали, как женщины делают специальные какие-то народные вышивки, принадлежащие только Канарским островам. И практически только в этом месте такие ткани и такая вышивка и производится. Потом мы побывали на плантациях алоэ. Ну, естественно, там всегда предлагают что-либо купить из кремов на основе алоэ и так далее. То есть во всех этих турах всегда есть некая выгода для этой экскурсии, которая продает какие-либо свои товары. Поэтому они привлекают туда туристов, чтобы показать, как это все производится и чем вообще эти люди занимаются. Ну и также, естественно, продать этот товар. Затем мы доехали до какой-то церквушки. Тоже там внутри посмотрели, походили вокруг, поснимали. Был очень яркий солнечный день. И я прямо вот в перспективе на солнце сняла пальму. Очень классный кадр получился. Мне очень понравился. Также там было огромное количество разнообразных цветов. Мне очень понравились красные герани. Я очень люблю герани. Этот запах почему-то мне нравится. Нас провели по какому-то одному городу. Я даже не запомнила никаких названий. И где моя карта сейчас уже все как бы утеряна. Нам оставили такой буклетик, но я уже не помню, к сожалению. Очень большой насыщенный день был. И все уже смешалось в моей голове. Поэтому, может быть, кто-то узнает. Пишите в комментариях, что это был за городок. В общем, там сидели музыканты, играли на каких-то гитарках маленьких таких. Стоял осел, который отдыхал. А до этого он ходил по кругу и что-то молотил там. Не знаю. В общем, такие некие зарисовки. Вот вам показываю. Вообще, пока мы ехали по дороге, весь остров Флорент-Авентура песчаный. То есть там в основном песок. И мы ездили по горам туда-сюда. Там очень много различных гор. И однажды мы, не помню, по какой причине остановились. Может быть, просто пофотографировать. Может быть, что-то с автобусом там проверить надо было. И стоя на трассе я пофотографировала природу с горы. И вот вам показываю. Потом к нам подлетела ворона. Стала так смотреть долго, что мы там делаем. Такая огромная, большая. Я ее тоже пофотографировала. Ей было очень интересно. А мне было интересно разглядеть ворону вот так вот очень-очень близко. Пока мы ехали, я видела несколько горных козочек, которые стояли на горе и кушали травку. И следующим пунктом, следующей нашей остановкой была какая-то ферма, где нам показали маленьких поросят, ослов. И там была ослица, которая только что родила. Вот нам сказали, вам так повезло, что вот буквально вчера родила маленького ослюночка. И я подошла поближе пофотографировать их. А у меня был такой розовый шарфик на мне. Ну, чтобы плечи не сгорели опять. И она хоп! И схватила мой шарфик и потащила к себе. А я как раз в это время снимала. У меня так получилось, что одни только ее зубы снялись. Но вообще было страшно, потому что она могла меня удушить. Но люди мне помогли, в общем, спасли и меня, и мой шарфик. Там же нам представили разнообразие сыров, которые там производятся. И я решила купить себе один батончик сыра. Ну, как, вот такой, наверное, батон. Ну, я не знаю, он какой-то там копченый был. В общем, по вкусу, который мне понравился. И в другом месте я приобрела бутылку канарского ликера. Вот такие вот были у меня сувениры. То есть, то, что можно съесть и выпить, можно привезти домой. Оно не будет пылиться на полке. И, в принципе, останется на память что-то вкусное или полезное. Ну, а в конце путешествия нас привезли в какой-то, опять же таки, тоже городочек, где мы все вместе дружненько пообедали. Не помню, что мы ели, но что-то из испанской кухни, чтобы попробовать, чтобы насладиться именно испанской культурой. После этого мы прогулялись по пляжу этого городка. Мне очень запомнился такой бульдожик, который стоял рядом с рестораном, где мы обедали. И очень долго ждал своих хозяев. И такой на меня все время смотрел. Я его тоже пофотографировала. Такой пупупупупу. После этого мы сели в автобус и поехали уже обратно домой. Вся эта поездка на целый день обошлась мне, по-моему, в 60 евро. Дорого, но оно того стоило. На следующий день я также прогулялась просто по пляжу, позагорала, покупалась и уже в ночь полетела обратно в Лондон. Вот такое было мое путешествие Фуэрент Вентура, одна неделя на пасхальные праздники. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч!